Час в час, минута в минуту, радио, болтком. Утро на болткоме. Всем доброе утро, да, подключаемся мы к зуму, пытаемся с гостями связаться. Александр Шунин, Олег Пеков, мы будем говорить про леса. Доброе утро, а не просто так мы будем говорить про леса, есть повод. А повод был, ну, во-первых, согласно статистике, Латвия находится на четвертом месте в Европе по площади, которую занимают леса. Кто нас обгоняет вообще, интересно. Разные нас обгоняют, 53% территории страны занят у нас лесами, зелеными насаждениями, а кто нас обгоняет, мы выясним в том числе у исполнительного директора Латвийского общества владельцев лесов Айги Грассмана, когда установим с Айгой зумскую связь. Зумскую. Но мне интересно, это данные, что мы на четвертом месте, это по абсолютному или относительному количеству? То есть, ну вот я понимаю, что есть страны, может быть, больше территорий, у которых, имеется в виду, в процентном соотношении больше по лесам? Я найду эту фразу из первого часа обязательно. Сейчас прозвучало нечто похожее на шиповидный белок уханьского изолята. Абсолютная или относительная территория? В общем, как я это понимаю? Есть 100% в латвийской территории, но... 53% это леса. А до одной точки до другой, там, запада на восток, с севера на юг, и 53% вот этих расстояний занимают леса. Есть какие-то страны, в которых 98% занимают леса, в лесах люди живут, может быть. А может быть и нет. Мы об этом поговорим с Айгой Грассманом, может быть, все-таки по телефону. Я думаю, скорее всего, она с нами на телефонной связи, а вот с зумом у нас пока не получилось. С зумом будем разбираться. Я уже в зуме, да. А, вы уже в зуме? Ну, мы не видим вас по какой-то причине. А, все, все, наконец-то. Ура, ура, с праздником! Сегодня не только день... Спасибо, спасибо, доброе утро. Доброе утро. Значит, с нами Айга Грассман, исполнительный директор Латвийского общества владельцев лесов. Значит, повод какой? Обнаружено, что 53% латвийской территории занимают леса. Это четвертое место в Европе. И не так давно были награждены лауреаты конкурса «Самый ухоженный лес». Вот об этом и поговорим. Лес – наше богатство. Во-первых, действительно, Олег интересуется, я интересуюсь десятки тысяч, буквально миллионы радиослушателей и зрителей. Интересуются, кто же те три страны, какие, которые нас обогнали в Европе? Более зеленые, чем мы. Да, ну, на первом месте наши соседи на севере – это Швеция, Финляндия и Словакия. Ничего себе! Вот Словакия на самом деле поражает. Да, если у нас 53% нашей земли покрыта лесом, то у шведов это, по-моему, 80%, у финнов более 70%. Где-то у нас, да, больше половины немножко. Насколько лес является богатством? Вот в Латвии что дают лесам? То есть это древесина, это, может быть, то, что в лесах произрастает, какие-то богатства лесные? Да, лес очень богат многими хорошими вещами, тем, которые мы можем подержать в руках, и те, которые мы можем только, ну, наслаждаться ими. Это наши эмоции. Нам всем, особенно в это время, нам всем нравится, у нас есть куда пойти, потому что наши леса доступны всем жителям Латвии, и особенно такая красивая зима в этом году, что очень большая ценность вот в это время, вот то, что у нас есть возможность идти наслаждаться природой в лесах. Но леса, хозяйствуют люди в лесах, чтобы производить древесину, которая перерабатывается уже в очень хорошие продукты, которые нам всем нужны. Ну, и, конечно, летом тогда уже тоже всем людям нравится и собирать ягоды, грибы, гулять, наслаждаться, ездить на велосипедах и так далее. Кстати, про еду на велосипедах. Скажите, Айга, учитывая все ограничения, связанные с пандемией, в том числе невозможность путешествовать, увеличился ли интерес местных жителей именно к прогулкам в лесах, в чем он проявляется, и, возможно, появляются какие-то специальные объекты, может быть, тропы, вообще инфраструктура, связанная с внутренним туризмом, именно внутри? Конечно, в прошлое лето, когда невозможно было путешествовать, конечно, люди все хотят куда-то пойти дальше или поближе, и в первую очередь эту нагрузку общества почувствовали те территории, которые такие, ну, особенно для прогулок, как бы там инфраструктуры, информации, ну, например, около реки Гауя, Абова, Даугова, там, но поскольку очень много людей туда ездят, то негде уже поставить машину на стоянке, и вот эта тропинка полна людьми, то, значит, люди уже не хотят идти туда, где уже много людей впереди, но вот есть возможность идти в любое направление Латвии, и у нас есть хорошие довольно дороги в лесах, и просто можно упарковать машину где-то в надежном месте, ну, чтобы не мешало большим машинам, которые там работают, и просто идти погулять. Есть очень хорошие карты LVM, Гео, есть такая аппликация в телефоне, что там все лесные дороги видны, и тоже все такие устроенные места для отдыха, и что можно посмотреть, где погулять, так что леса представляют очень хорошие возможности в это время. А скажите, насколько вы говорили о том, что можно пройти практически по всем лесам, кому принадлежат леса, и есть ли какие-то территории лесные, куда вот доступ людей, ну, закрыт? Это частные, например, какие-то территории. Да, ну, значит, леса у нас занимают примерно половину Латвии, и из этих лесов половина принадлежит государству, там хозяйствуют Латвии и Славс Межи, компания, а другая половина принадлежит частным собственникам. Ну, у нас такое законодательство, законодательство, что, в принципе, все леса доступны всем, кроме есть некоторые... Да, исключения. Исключения, да, если вот это такая, там, ну, резерват, туда нельзя заходить, и если некоторые частные собственники положили приваты, и пошел в знак такой, тогда тоже туда нельзя приходить. Ну, это такие исключения, но как нормально все леса доступны всем. Насколько, вот вы говорили, мы уже сказали, что даже сам ухоженный лес сейчас вручают призы, вот насколько за лесом действительно нужно ухаживать, потому что, может быть, многие люди воспринимают, что лес, он и есть лес сам по себе, вот нужно ли, в чем состоит вот этот процесс ухаживания за лесом, что нужно делать? Да, это так интересно получается, что обычно, когда люди видят лес, то они его видят, ну, вот лес и лес там нету, никто там не работает, никто за ним не ухаживает, потому что это не так, как огород, где надо там, ну, каждый второй день идти ухаживать. А за лесом надо ухаживать, особенно, когда он молодой, вот после вырубки, надо лес восстановлять, и если собственник там не будет ничего делать, тогда там ничего хорошего не получится. Лес будет, потому что у нас такая, мы в таком месте географически, где лес будет всегда расти, но если мы хотим видеть такой красивый, ухоженный лес, тогда надо правильно восстановить, посадить деревья, потом идти чистить, убрать кусты, траву, чтобы эти маленькие посаженные деревья, чтобы они могли тянуться к солнцу, и чтобы было хорошее у них питание, почве и солнце, и все было. Ну, вот это как детский садик с маленькими детьми, за ними надо очень хорошо заботиться, и вот этот конкурс «Самый ухоженный лес», он о том, что, чтобы показать, чтобы была возможность лесособственникам рассказать, как они думают о лесе, как они за ним заботятся, потому что леса очень, ну, они отличаются друг от друга, и обстоятельства, и каждый хозяин думает по-своему, и это очень интересно и полезно, что есть возможность увидеть и услышать, вот как, что люди думают, почему они столько много работы вкладывают, чтобы в этом заботиться об этом молодом лесу. У нас есть звонок. Да, пожалуйста, доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Такой, пожалуйста, вопрос. Такой вопрос, пожалуйста, чисто из опыта, не просто, ну, как бы, нагнетание обстановки или как, а это то, что я вижу в реальности. Первое, конкретно, мышцаемся, кусок леса, вырубается отличная, самая лучшая древесина. Это понятно. Корабельные мачты, сосны, высотки. Вырубается под корень все, напрочь. Ставится табличка. Вместо этого садится, на это место табличка. Написано, здесь будет садка в советские времена. Здесь будет посадка. Проходит год, два, три, четыре. Я давно там уже не был. Скорее всего, эта табличка там уже гнила. Первое. Второе. Есть информация, что 80% лесов в Латвии, которые были куплены у Латвии, мы же перешли в руки иностранных владельцев, в частности, шведов. И третий вопрос. Конкретно, даю информацию, есть поселок такой, Звеникс, Шкулте, Лимборгский район. Это просто сердце обливается у каждого. То есть, лес продается сначала, Латвия, а потом безобразно все подряд на корню вырубается. И после 10-го или 15-го напоминания, потому что это уже стало опасно, даже ветки не вывозят. Горы веток, сухих, летнюю погоду 30 по 30 градусов лежат одна спичка и полыхнет все. Спасибо. Три вопроса. Ну, просто первый про вырубку в Мэш-Темсе, второй про то, что шведы скупают леса. Да, я бы действительно объединил. Значит, вырубка лесов, потому что есть такое представление, что все на продажу, все вырубить на корню и продать за рубеж, потому что это наша большая ценность. Больше мы зарабатывать ничем не умеем. И второй, иностранцы скупили все леса. Две такие тоже теории заговоров. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела. Да, насчет Мэш-Темс, это похоже, что это в Риге. Да, я так правильно понимаю. Ну, вероятно. Хотя, звонивший явно рижанин и рассказал историю, что это было 4 года назад, и он долгое время там не появлялся. Как знать? Возможно, уже и посадили. Давайте на самом деле сравним, может быть, объемы вырубки, продажи и посадки новых лесов. Насколько восстанавливается вырубленное? Да, ну, насчет Мэш-Темс, это за этими, если это леса города Риги, тогда есть компания, которая занимается этими лесами, и они заботятся, чтобы их, если их надо рубить, тогда они рубятся, и потом они восстанавливаются. Есть в интернете можно посмотреть, есть Риги с Мэшем, надо найти, посмотреть, там есть все планы, и все, если человеку интересует, тогда надо пойти посмотреть, потому что, конечно, такая компания, они, я слышала интервью с директором компании, он говорил, что у них очень важно, что не только вот это, нашему поколению были такие красивые леса и деревья вокруг Риги и в Риге, но что и нашим детьям и правнукам тоже, они тоже хотят видеть такие сильные красивые леса, и надо заботиться за следующим поколением не только людей, но и тоже деревьев и лесов. Насчет кому принадлежат леса в Латвии, как я сказала, половина принадлежит компании, ну, принадлежит латвийскому государству, и это не меняется, значит, 25% нашей территории принадлежит нашему государству, а насчет частных лесов ситуация такая, если, например, так же, как вы можете продать квартиру, свою собственность или свою машину, вы так же можете продать и свой участок земли, или свой, например, сад, или участок леса, и вы можете в таком же образе идти в другую страну, где-то в Евросоюзе, и тоже купить землю там, так что, если есть, кто продает, то будет кто-то, кто купит, ну, мы живем в Евросоюзе, и земля тоже есть, ну, можно ее купить и продать, так что, если люди не хотят заниматься сами лесохозяйством, то, конечно, есть компании, которые знают, что это очень хорошая вещь, это как или вкладить, класть деньги в банк и ждать, когда вот процент каждый год немножко перерастает, или ты можешь вкладить, вкласть в лес, в лесу, и там тоже вот древесина каждый год растет, значит, в каждом году, с каждым годом это, собственно, становится ценней. Вот по поводу Лимбарского района был вопрос скулта. Ну, я, конечно, не знаю, что там за ситуация, но если есть такой вопрос, можно связаться с этим ответственным человеком, который там отвечает за лесорубку и спросить, почему вот такая ситуация, что там настолько долго что-то там стоит. Ну, можно это выяснить, но это связано с тем, что эти ветки, они должны простоять какое-то время, пока они довольно сухие, чтобы их уже переработать. Спасибо за ответы, а пока мы слушали Айгу Грассмана, исполнительного директора Латвийского общества владельцев лесов, я покопался на сайте Ригас Мэжи как раз-таки, спасибо вам за совет, за рекомендацию, я не нашел сколько сажают, потому что времени было всего несколько минут, но зато вот сообщение от 10 февраля о рекордном урожае шишек, еловых шишек в хозяйстве Норупы, оно принадлежит Ригас Мэжи, и все эти шишки будут пущены, все эти шишки будут пущены, конечно, эти семечки на посадку леса, и я с удивлением для себя обнаружил стоимость, ну, часть будет посажена, высажена, часть продана, я так понимаю, за рубеж, потому что качество хорошее и высокое, и цена зашкаливает, стоимость вот этих вот семян ангеловых нашего качества латвийского может доходить до 3000 евро за килограмм. Действительно так? Да, это так, потому что не каждый год удается собрать хороший урожай семен, так что это, если получается, то это очень хорошо, и этим семенам тогда уже хватит на несколько других сезон. А вот, кстати, простите, снова встрял, я нашел информацию, сколько посадили в прошлом году, конкретно Рига Смежи посадили 2 миллиона и 300 тысяч саженцев. Совершенно непонятный объем деревец, деревца, как это правильно-то по-русски говорится? Маленькие деревца, да, саженцы. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Интересная беседа, интересная. Спасибо, стараемся. Посадили очень много деревьев, но сколько вырубили, сравнение-то хотелось бы узнать. А у меня такой вопрос. Сама живу в окрестностях Риги, у нас очень вырубка активная, Латвия Смежи, и вырубают все подряд, но сажают только сосны. Не нарушается ли экосистема? То есть, другие деревья, которые также вырубаются, березы, ну и разные другие, они не возобновляются. Мне кажется, это тоже неправильно. Да, спасибо. На самом деле, меняются ли хвойные леса на лиственные, или образцы смешанные на только хвойные? И почему? Значит, это немножко о биологии, потому что сосна единственная порода, которая любит песок, песочную почву. мы знаем, мы знаем, что сосна растет около моря, а там какая почва? Там чистый песок. И, значит, если есть плодная почва, то это понравится лиственным деревьям, и ель тоже там будет расти хорошо. но поблизости Риги, вообще-то сосна у нас была все время главная порода деревьев. Больше, да, теперь уже береза опередила. Но я бы хотела сказать, что нам надо доверять профессионалам, что они особенно таких компаний, где работают только профессионалы, и там планировка идет на сто лет вперед, и это то, что надо рубить и потом восстановлять, это там всякие, какая почва, что там было перед этим, там всякие, ну, там люди не знают, что делают, ну, и, например, тоже есть эти, у нас очень много животных, которым нравится деревья, особенно такие маленькие саженцы, и эти риски тоже все имеются в виду, когда планируется будущее леса. Скажите, пожалуйста, логика понятна, а в то же самое время какая древесина считается самой ценной? Ну, из тех, что произрастают в Латвии, конечно же. Значит, главное, что у нас растет, это сосна, ель, береза, осень, осина. Осина, да. Да, ну, вот эти есть самые ель. Дорогие, да, ценные? Сосна и береза, вот эти есть самые ценные, и каждое из этих деревьев, они едут свои переработывания, ну, пила, пила, как и надежда. Понятно. Ну, в принципе, есть корреляции между тем, что вырубают, тем, что сажают, а тем, что продают. В основном, на первом месте сосны, и потом уже по нисходящей еле береза. Так и происходит, вот и логика. Что угрожает лесам? Пожары, наводнения, вот что может погубить лес? Вредители? что вы сказали, да, пожары, наводнения, ну, и для этого тоже, вот эти тоже те риски, которые надо принимать, вот сегодня надо знать эти риски, чтобы в будущем эти леса не страдали, вот климат меняется, вот мы знаем, что он становится по, ну, такие экстремы, вот ветров и вот наваждения, значит, должны, леса должны быть устойчивыми, например, если, если не ухаживать за лесом, то вот он, деревья будут такие, сами по себе неустойчивые, и если будет какой-то ветер посильнее, значит, можно вывалить или поломать, а вот если вот сажать правильную пропорцию, ну, вот столько и столько, например, если у нас теперь законно, ну, говорит, что надо сажать две тысячи сажен, на гектар, то наш институт по лесохозяйству, они говорят, вот это слишком много, потому что большая конкуренция, надо сажать поменьше, чтобы каждое дерево росло устойчивым, насчет того, чтобы в будущем, вот когда климат меняется, чтобы вот не эти инсекты их съели или ветер не вывалил, так что вот эти риски надо учитать, да. Мы беседуем с исполнительным директором латвийского общества владельцев лесов Айгой Грассмана. Госпожа Грассмана, скажите, вы только что упомянули изменения климата в связи с этим, ну, нас пугают потеплением всемирным, появляется ли больше теплолюбивых видов растений, конкретно деревьев в латвийских лесах, как-то за этой тенденцией вы следите. Пальмы будут расти. На самом деле, для упрощения, когда пальмы у нас вырастут? Вот насчет пальм еще прогнозов нет, потому что зиму никто не отменил, даже в будущем, но насчет того, что больше приходят к нам лиственные деревни, вот это такие уже моделируют так, да, что хвойные леса немножко продвигаются в север, но насчет нашего географического положения, я бы хотела сказать, что мы в очень хорошем положении, чтобы у нас леса были, потому что на юге Европы вот там очень большие угон, скряки, забыла. Пожары? Пожары, да, и они, ну это так, вот это ужасное, ужасное дело, когда вот эти пожары съедают очень много лесов, и тоже вот эта температура, когда там плюс 40 градусов, и вот эти инсекты, и леса, они становятся неустойчивыми, то вообще-то там, где мы находимся, мы в очень хорошем положении, чтобы этих рисков было не так много, и не такие экстремы, что мы все еще можем заниматься лесохозяйством. Ну да, вот ваш лява, клён, да, вот клён тоже теперь очень любит приходить в наши леса побольше, и тоже дуб тоже побольше, так что вот эти лиственные деревья уже как бы они любят теперь сами как бы так посеяться и расти. Спасибо большое, мы напоминаем, что исполнительный директор Латвийского общества владельцев лесов Айга Грассмана с нами была на прямой связи, спасибо вам. А я хочу напомнить в завершение темы, не раз звучал вопрос, что мы сажаем, сажая леса, и в общем-то знаменитейшее, знаменитейшее, известнейшее из детства с стихотворением Маршака, что мы сажаем, сажая леса, мачты и рей держать паруса, рубку и палубу, ребра и киль странствовать по морю в бурю и штиль, что мы сажаем, сажая леса, легкие крылья лететь в небеса, стол, за которым ты будешь писать, ручку, линейку, пенал и тетрадь, ну и так далее. Ну, мы сейчас прервемся на новости Эхо Москвы, после чего у нас еще одна тема, еще один гость.